Взрыв на улице Черноморской на Сухом Лимане произошел около пяти часов вечера. В этот момент здесь находилась вся семья, родители и двое маленьких детей. Молодую пару взрывной волной отбросила на 50 метров, а малыши остались одни в огненном плену. К большому сожалению удалось только спасти женщину, по сравнению со всем травмой средней тяжести. Там отравление газом и перелом голени. Деток не получилось, сейчас пока пожар, если достану, то надеемся. Ну и мужчину выбросило взрывной волной, ну на метров 50 наверное от дома, а там оторвана нога была. На место прибыло около 70 спасателей и пять машин скорой помощи. Пожару присвоили второй ранг. Разбирать завалы помогали и соседи. Один из прохожих самостоятельно вытаскивал из огня молодую маму двоих детей. Приехали на Сухой Лиман и родственники пострадавших. Одному из них, дедушке, стало плохо. Первоначально причиной взрыва называли утечку бытового газа. Однако эксперты эту версию опровергают. Если бы это была утечка природного газа, какое количество это чувствуется, он одарированный, запах есть, я думаю, что хозяева бы услышали запах газа. Вызвали бы нас, но заявок не было на утечку газа. Так что пока не знаю, ничего не могу сказать. Мы только пока отключили объект от газоснабжения. Несколькими часами позже спасателям удается достать из-под завала в пятилетнюю девочку. Ребенка сразу же доставили в больницу. Спасатели говорят, трагедия вероятнее всего произошла из-за старого газового котла. Хозяин этого дома проводил ремонт газового котла, который находится в подвальном помещении. Рядом с ним находился сын. По каким причинам, мы не знаем, но произошел взрыв. Вы видите, дом полностью разрушен. Отец погиб. Мать находится на данный момент в больнице. Девочка пятилетнюю мы нашли, спасли. Сейчас проводим поисковые работы по мальчику. Мальчик 6 лет. Пока не найден. Надо найти ребенка. Живой он, мертвый. Никто не знает. Будем надеяться, что он еще жив. Спустя 4 часа пламя удалось потушить. Однако на месте по-прежнему продолжают дежурить 11 бригад ГСЧС и несколько карет скорой помощи. Спасатели не теряют надежды найти под завалами второго ребенка. Шестилетнего мальчика. Живым. Ольга Дунская, Сергей Калмыков. Первый городской.